Всем здравствуйте, друзья! Буквально через несколько секунд у нас начнется эфир прямой, редкий достаточно для моего профиля, так точно. Сегодня мы будем общаться с моей подругой Юлей Гайворонской, человеком, который знает, мне кажется, о сексе все и умеет в том числе. Не буду все карты вскрывать, потому что знаю, что будет много зрителей Юли, но тем не менее у нас сегодня будет офигенная беседа, тем более, что, как вы видите, темку там выбрали такую горяченькую, поскольку, честно, я даже не представляю, во что выльется этот прекрасный разговор. Я только могу предвкушать, немножко вам завидовать и говорить одно, располагайтесь поудобнее, потому что сегодня мы пощекотим ваши нервы, пощекотим, может быть, не только нервы, да всего до чего доберемся, и, конечно же, поговорим об отношениях между сладкими, вкусными, прекрасными мужчинами и не менее прекрасными нами женщинами. Пожалуй, самая такая, знаете, животрепещущая тема. Мы с Юлей знакомы не один год, и я, честно говорю, вижу в ней практически свое отражение, потому что ее манера разговаривать, вести эфиры, и вообще, даже когда мы переписываемся, иногда мы пишем какие-то пошлые матерные словечки, одинаковые в этот момент друг к другу. Поэтому две нас, ну, мне кажется, это too much, поэтому, возможно, сразу же, на всякий случай, Инстаграм пытается это предупредить. Я смотрела у Юли пост, и вдруг прочитала эту фразу замечательную, прекрасную, «Почему с мамами, простите, не трахаются?» Ну, не будем делать вид, что мы не знаем слово «трахаться». И меня эта мысль очень сильно впечатлила, потому что, давайте я пока представлюсь, расскажу о себе, Юля сейчас тоже о себе расскажет. Потому что, поскольку я занимаюсь все-таки тем, что нахожу взаимосвязь между тем, что мы думаем, как мы себя ведем, и той реальностью, которую мы имеем, я очень часто замечаю, что мы пытаемся взять какого-то партнера, я буду говорить от имени женщин, на самом деле все одинаково, мы пытаемся взять какого-то партнера, находясь в своей модели каких-то отношений, представления, как этот человек должен себя с нами вести, этот представитель какого-то пола, вот, и затем мы начинаем себя вести так, как мы привыкли. И для большинства женщин огромной проблемой, вот, сейчас Юля, сейчас мы выйдем с Юлей, так, а теперь знаешь, что, какой у меня вопрос? О, все, есть. Юлечка, во, все, мы вдвоем разобрались. Ес. Ес. Ну, мы же не можем по-другому как-нибудь. С утра до ночи я сижу в Инстаграме, чтобы мне написалось, что я не могу добавить, при этом все приложения на прошлой неделе были снесены, потому что у меня новый телефон, ты понимаешь, и все обновлялось. Ну, это прекрасно. Просто надо было заявить вселенной, что у тебя новый телефон, теперь все это знают, ты теперь обновленная, практически девственная. Не, ну хорошо, ты разогнала, да, говорились. Они еще не знают, с кем ты можешь так честно попиздеть о сексе, как не со мной. Они даже были готовы быть. Я даже не знаю, ребята, мы это сделали для вас или для себя. Ну, в общем, история об этом умалкивает. Я об этом тоже думала. Так, всем здравствуйте, и нашим, и вашим. Всем добрый день. Напишите, пожалуйста, вам нас слышно хорошо, и я думаю, что будем разгоняться. Оля оставила вопросы, вопросы будут идти. Все слышно, я уже увидела, что всем все слышно, не волнуйся. А, ну что, класс. Главное, чтобы... Сколько часов мы можем вести прямой эфир? Да, ну, Нашик, ты что, я с 9 утра на работе. Никакой 8, я езжу... Нет. Ты сидишь там дома, а я тут в офисе, понимаешь? Я еще есть хочу. И пить хочу. А ты еще и пи... А ты еще и бухаешь, понимаешь? Пепси-черри. Все поверили. Так, ну что, хорошо, как мы поступим? Мы будем отвечать на вопросы или будем вести диалог? Я думаю, что давай немножко поговорим, а потом вопросы повалят, и мы будем... Оля висит? Да. Я решу. Все нормально, я поняла. Нет, все отлично. Я хотела... Отлично. Я хотела, знаешь, что... Несколько обсудить тему все-таки того, что мы вкладываем в это... Чудесное понятие, которое мы взяли за основу нашего разговора, потому что я уже рассказала о том, что я увидела это прекрасное предложение первое. Меня искажает очень. Заришка, Заришка, скажи мне, пожалуйста, давай все-таки начнем с темы, ну хотя бы начнем с нее, потом можем уйти. Что ты имела в виду, когда... Все нормально? Что ты имела в виду, когда заявляла о том, что с мамами не трахаются? Есть нарушения... Смотрите, мы живем в какой-то личности. Какая-то личность сложилась. Психическое и физическое тело, они как бы едины. И когда женщина заигрывает в какую-то социальную роль, которую ей приходится играть, не потому что так надо, а потому что другого опыта у нее в жизни нет. То есть если она считывает образ мамы на себя, то естественно, что если в вашей семье секса между родителями и проявлений телесных не было, то дети забирают эту комплектацию в свою жизнь. И когда женщина, будучи замужем, может играть только маму, которая накормит, опоит, поухаживает, даст им таблетку, пилюльку в задницу, то когда эта женщина приходит трахаться, и от нее хотят проституткой, любовницей или грязной, шаловливой, похотливой женщиной быть, ей непонятно, какую конструкцию она должна сейчас изобразить, потому что в ее опыте, если она специально не обучалась, этого нет. Как быть мама, всем понятно. Как быть любовницей и женщиной, которая легко переключается или проявляет ту и иную структуру, ей непонятно. И поэтому, когда мы с тобой обсуждали, почему такие мамашки все-таки, как мы, трахаются, у них с людям, наверное, у них диссонанс. Что же такого мы знаем, чего не знают другие. И это навыки, которые, собственно, мы обучаем с разных сторон людей. Поэтому я думаю, что вопрос важный для женщин, которым реально непонятно, как перещелкивать состояние. Кому-то нужно делать переход из коридора в коридор. Как быть одной, я знаю. Как быть другой, я хочу, но не знаю. Что конкретно должна делать женщина, чтобы она отпускала тормоза и не стеснялась, и без чувства вины и стыда по отношению к тому, что там дети, возможно, не самые счастливые, а я тут трахаюсь. Вот эти все состояния, они поднимаются, и они разные. Чувство вины, чувство стеснения, чувство осуждения. Это чувство, присуще женщинам в постели, которые заходят в секс как в долженствование. Я должна, мне нужно это сделать, иначе он пойдет налево. Отсюда много установок. И поэтому, когда мы называли эфир, ребята с мамами не трахаются, мы понимали, что триггерить будут разные истории. И у каждой из вас, девочки, история своя. А можно я расскажу свою историю? Ну, конечно. Я вот просто то, что как бы, что вошло и вложилось в мою сразу же голову, когда я это увидела, потому что ко мне тоже идет очень много запросов от девочек, которые говорят о том, что, ну, поскольку мы немножко разными с тобой вещами занимаемся, говорят о том, что... Мы поделили... Так, Ермилова, мы делили рынок напополам. Договоренность была невластная. Тебе свадьба, мне любовница. Ты пошла с вами, пошла чистить голову, а я, слава богу, продолжаю работать с любовницей. Я шучу сейчас, ребята, это юмор. Ну, я думаю, что у нас другой аудитории нет. Я, на самом деле, знаешь, какую штуку замечаю? Я замечаю, поскольку я работаю с тем, что ко мне приходят люди, которые говорят, мне типа что-то не нравится в моей жизни, обычно все или очень много, и я хочу ее изменить. Естественно, что с мужиками не нравится очень многое. И чаще всего женская проблема заключается в том, что женщина намечтала себе каких-то классных отношений, ну, других, не такие, какие у нее есть. Она хочет, чтобы у нее был офигенный мужчина, который там ее любил, боготворил. Очень часто, если это взрослые девочки, они уже не хотят взрослых мужиков, как мы хотели в 20. Они уже хотят молодых мужиков. Я и в 20 не хотела. А вот. Доктор Вяло и не моя тема. В 40 и так далее, когда девочкам становится, уже хочется реально и трахаться, наконец-то. Да. Вот, прям совсем. Но что происходит? Хочется одного, а модель остается отношений прежней. И вот это отношение, о котором ты говоришь, мамочкина, она, эта модель очень сильно портит жизнь девочкам. Потому что, когда они начинают входить в какие-то новые отношения, где они хотят быть королевами, как мы девочки себя продолжаем вести? Продолжаем вести себя как мамочки. Потому что вместо того, чтобы дать возможность мужчине проявиться, вместо того, чтобы дать возможность мужчине тебя завоевать, и похуй, сколько ему лет, 20 лет тоже можно из него вырастить нормального мужика. Мы начинаем... Сказала мать. А вот это не искоренить, Оля! Это врождённая, врождённая. Вера в людей. Получается, что ключевой ошибкой является то, что мы продолжаем, вне зависимости от того, сколько лет нашему партнёру, быть мамами. А потом удивляемся, с чем сталкиваемся, почему мужчина заводит часто себе любовницу. Потому что, когда мы мужчину очень сильно опекаем и начинаем видеть в нём маленького мальчика, он это очень ценит, ему это очень нравится, но, ебать он вас не хочет. Он хочет всегда быть самцом. Он хочет, чтобы он приходил, и девочка обтекала с менями, чтобы она видела в нём сильного, неважно, купила в ней мороженое, пакет сока или новую машину. Он хочет быть, сука, завоевателем. Вот эта история, ты знаешь, у меня очень много знакомых девочек, взрослых, да, таких уже, которые сейчас пережили стадию развода со взрослыми детьми. То есть это 40 плюс хорошо. И они никак не могли понять, как мы вместе прошли такой долгий путь. Я с 20 лет или с 18 с ним вместе, всё строила, мы всё вместе делали. Я была для него надёжной опорой. Ну, короче, то типа, о ком мечтает мужчина. Но в результате, когда мы проходим с мужчиной такой путь, мы вытирали все его слёзы, мы видели, как он, простите, обсырался во всех смыслах этого слова, как он падал. И мы не можем видеть в этом мужчине, как ни крути, в том числе уже того героя-любовника. А он не может видеть в нас. Если он уже знает, что, бляха, вы не будете так на него смотреть, вы всё равно знаете, его уже всё подноготно. Он же хочет быть машо, он хочет быть эгэй. И это огромная проблема на самом деле. Ты согласна вообще? Я думаю, что мы глубоко пиздим себе во время начала отношений, когда сильно натягиваем кого-то на свою реальность. И ведь девочка, которая заходила тогда в те отношения, она ведь тоже сделала сделку с тобой. Она понимала, что это воспитательный проект. Она вытирала все эти сопли. И она была не очень-то довольна. И она заигралась в эту маму. И ей непонятно, почему это жертва положенная, потому что это ведь время, ценность. Дети, здоровье положено. На это всё очень много ресурсов, чтобы поднять мужика нужно. То есть, чтобы верить, и смотреть, как он спотыкается, как он стратил в очередной раз, знаешь, в двухсотый раз. И очень часто пожертвовать собой, своими интересами. Конечно, конечно. Ни одна история в Инстаграм приходит ко мне с тем, что я положила всё, я забила на карьеру ради него. То есть, это жертвование, это же всё через травму самоценности, через заслуживание любой. Проблемы на самом деле никакой нет. Если баба знает по разводу, что ей делать? Ну, всё, нет проблем. Проблем после развода сесть в кресло терапевта и понять, что мужики будут сейчас другие, и жизнь может крутиться вокруг тебя. Но иногда есть схемы отклонений, когда поводырю нужна собачка. И вот такая женщина, она не может жить без собачки, которую она будет обслуживать. Есть жертвы, есть палач. Есть поводыр, и есть тот, кто ведомый. И вот они живут так в спайке. Так мама воспитывает мальчика алкоголи, сына алкоголика, и живёт с ним, доводит его до конца. Так живут женщины, обсессивно-компульсивные, у которых всё по расписанию, у которых муж знает, ему даже попу продирают, дальше проверяют на опрелость. То есть идиотизма в жизни очень много. Если мы смотрим на объективные отношения людей, мы же этих мам видим, независимо от возрастной разницы. Девочка-то может быть даже моложе, а вести себя, она будет вот так. И она говорит, я хочу вот таких отношений, у меня есть мужик, пусть он вот так со мной будет, пусть он так для меня делает. А она не может проявиться для него так, чтобы он так отзеркалил её. И вот то, что мы делаем, нелогичным, это поведение с мужчиной нарушено. Нет личной границы, она стирается нахрен. Личные приоритеты уходят на второй план, личная карьера уходит, потому что единственная задача этой женщины это выйти замуж, то есть всё, коробочка сделана. Это её главная ценность замужества. И когда теряется эта ценность, когда она понимает, что её не признают, её не хотят, он ложится с ней в кровать и шорхается от неё, потому что он не хочет с ней секса. Потому что она для него делает родительский перенос. Она говорит даже с ним такими фразами, как ему отстреливает, как говорила с ним его мать. Человек даже этот паттерн поведения может не видеть в себе. И когда она говорит, а почему мы вдвоём живём три года без секса, а всё просто, нужно начинать оглядываться по поведению, то есть излучению и создаванию реакции, что я делаю в этих отношениях, как я проявляюсь. Потому что когда я говорю, тут народ спрашивает, у нас куча херов за мной, да потому что я секс-шоппер, у меня магазин, никто не знал. И вопрос в том, что когда я говорю, вот это купи, пожалуйста, и пойди хоть изучи себя, померь, ты вообще дрочишь помимо мужчины своего ли? Она говорит, как мой оргазм в его руках? Это же мулька, которую, понимаешь, мы до сих пор мусолим. Мне казалось, что эта мулька уже закрылась с двухтысячными годами, а нет. Вы можете быть... Мама – это важная социальная конструкция. И дочка, и сестра важная. Так же, как и бизнес, и личность, и женщина, и любовница. И всё это – ролик, который мы играем, потому что мы не можем быть мамой для всего общества. Ну, вы же согласны? Мы мама для моего ребёнка, например, можем материнские качества, для собаки, для кота, для мужчины в какие-то моменты, но он уже взрослая личность, ему мама 24 на 7, нахрен, неинтересно. У него сопли ручон всю жизнь не бегут. Только если вы не нашли фигуру маминкого сынка, который только так и умеет с женщиной общаться, а там не будет никаких завоеваний, подарков и ничего, там не с кем драхать. Поэтому наша задача, мне кажется, сегодня говорить о типах личности, которые и сынок, и мама. Потому что либидо женщины тоже не будет проявляться к мужчине, которого постоянно нужно за ним жопу заносить, если эта женщина сильная. То есть мы можем поиграться в этот мамский замес, пообслуживать, потрахаться с ним, а потом ты понимаешь, что у меня не стоит на такого человека. То есть мы тогда говорим больше сегодня о зрелости людей, в отношениях, с которыми мы заходим. И если эти девочки хотят вот таких отношений, о которых ты говоришь, то та девочка должна понимать, что равный будет спрашивать по-равному. То есть если ты выбираешь мальчика попроще, и ты его мамочка, значит ты про безопасность. Значит это управляемая история, где тебе и пикнуть не стоит. А там, где станут пикать, там, где он будет закрывать тебе вот так же, как и ты, там опасно. Там потеря безопасности. И поэтому вот материнская часть, она проявляется по-разному. Ермилова, ты здесь? Ты молчишь? Я думаю, чего? Я тебя слушаю. Ты меня немножечко проквакиваешь, поэтому я стараюсь всё слушаться. Но я хочу, ты абсолютно правильно говоришь, я хочу со своей стороны сказать такую штуку, что я, поскольку занимаюсь то, чем я занимаюсь, я понимаю, что очень важно перестать для того, чтобы вообще какие-то отношения нормальные создать, очень важно перестать себе врать девочки и мальчики. И очень важно изначально для, перед тем, как вступать вообще в любые отношения и потом разгребаться, важно понять, какие отношения ты вообще хочешь и какую роль ты отныне хочешь. То есть, когда ты идёшь на шопинг и ты знаешь, что ты хочешь купить, там, как у меня розовое платьичко, ты говоришь себе, я хочу розовое платьичко, я точно не буду мерить чёрные штаны. И вот это глобальная ошибка наших женщин, когда мы в очередной раз обещаем себе, что мы хотим другие отношения, но продолжаем играть опять в те же роли, делать опять то же самое и пытаться себя уговорить, что он изменится. Ну, то есть, вообще полная бредятина абсолютно. И я хочу, чтобы вы об этом, ребята, подумали, вообще, такое вам творческое задание от меня, с которого я всегда начинаю. Честно, подумайте над тем, какие вы вообще отношения хотите, какого вы мужика или какую женщину вы хотите. Вот как вы хотите, чтобы у вас было. Вот что вы хотите сами, потому что я уже понимаю, что в большинстве случаев переделка это всегда хуевая история. Ну, это значит, мне это напоминает очумелые ручки. Это срезать из калаша. Да, нет. Это бить стену на пропасть, тебе просто разбивать человека. Однозначно. Очень важно для себя понять, какую роль ты хочешь и постоянно с ней сверяться. То есть буквально каждый день, когда в отношениях что-то происходит, ты сверяешься, а так ли я себя веду для того, чтобы эти отношения каким-то образом ими управлять. Потому что у нас же баба как действует сейчас? Прости, опять ты у меня квакаешь чуть-чуть. В общем, пока Юля ищется, суть моих мыслей очень проста. Для себя определите, кем вы хотите быть в отношениях. Вот перед тем, как в них вообще нырять в эти отношения, перед тем, как в очередной раз кидаться в страстный роман, потому что бабская душа у нас такая эй, влюбилась, эх, страсти. Я вообще рекомендую разделять для себя отношения и задавать себе вопрос, какие отношения вы хотите. Вы хотите отношения к просто страсти, огня вам не хватает, вы хотите феерического секса или вы хотите отношений с мужчиной, с которым вы будете строить дом, рожать детей. У меня вообще, знаете, иногда есть такое ощущение, честно вам признаюсь, что нам бы всем неплохо было и мужчинам, и женщинам иметь по несколько человек, потому что очень сложно себе представить, что можно на всю жизнь, так, Юля говорит, добавь меня, прости, Юля, думала, ты куда-то ушла. Очень сложно представить себе, что на всю жизнь можно взять одного поднёра и выстроить с ним отношения. то, всё, здрасте. Я думаю, что это из-за того, что это партнер, так объяснит. Последняя мысль, я пыталась... Как тебе моя мысль о том, чтобы иметь несколько партнёров в жизни? Типа, с этим детей рожаешь, с этим сексом, с этим на свиданки ходишь, с этим на танцунки. Мне кажется, гарем это был бы мой идеальный вариант. Да, я поддерживаю. Мне кажется, что это единственный возможный вариант для существования, чтобы не замочить друг друга, потому что мужик, который хорошо трахается, он не всегда про интеллект, понимаешь? И это вопрос в том, что тот, кто хорошо трахается, не всегда развит, а тот, кто развит, не всегда хорошо трахается, ему нужно на 40 минут, чтобы настроиться на секс. Ну, то есть, как бы это такие... Почему женщине не нужно столько условностей, чтобы переключаться? Потому что, у меня такое ощущение, что наш гиппокамп, он прям вот так вот чук-чук-чук в задачки стреляет. У пацанов всё сложнее. Поэтому, да, я поддерживаю. Я вообще не против. На старости лет заведём отель в Италии, и там так и будем, это, доживать старость. По номерам заходите. Я услышу, очень потребности, понимаешь? Нормально. Вот. Но... Не, ну реально, знаешь, я неоднократно задавалась этим вопросом. Вообще, возможно ли это, вот говорят, верность там, душа в душу, лебеди, но реально же, ну вот я замужем 13 лет, и реально у моего мужчины и у меня сто процентов были неоднократные желания друг друга задушить. Иногда убить молотком. Ну, что врать, но это же происходит, я это прекрасно понимаю. Вот, да, окей, у нас есть, слава богу, гораздо большая часть там классного, хорошего, того, что нас объединяет. И то, если бы у меня не было с моим мужчиной бизнеса, он бы сто процентов ебался бы где-то на стороне, потому что я бы жила своей жизнью, феерической, понимаешь, когда нету времени, он бы жил своей, мы бы где-то чудненько подтрахивались, вот, приходили, чмокали друг друга в щечку, когда мне девочки говорят о том, что они живут с мужчиной, который постоянно в командировках, и у него никого нету, ну, блядь, мне не то, что в яйце хочется рассмеяться, понимаешь, мне просто хочется выгодать. Просто... Ну, люди верят, ну, что ты, мне тут розовое сыпят, и они верят, им очень удобно жить в глобальном пиздеже. Очень выгодно смотреть на свою жизнь и понимать, как ты ее просрал. Нравится людям заниматься друг другом сексом и понимать, что это далеко не тот секс, которого я хотела. Что я соглашаюсь на него, я иду в него, но это вообще не то, о чем я могу. Единицы женщин показывают себя в сексе с мужчиной то вообще, что она может выдаст. То, что она любовнику встречному покажет, своему мужчине, она не покажет. Это про качество отношений наших. Про то, что мне нельзя показаться такой, непонятно, как меня примут, потому что вот эта плохая девочка, о которой мы сегодня вот еще раз будем говорить, это как будто неуправляемая, сорванная с цепи структура. То есть мы боимся... А может быть, эта плохая девочка с этим мальчиком не уживается? Ты не думала об этом? Может, конечно. Я такая плохая девочка, но я со своим мужем просто другая. Я просто неплохая с ним девочка. Ну вот другая, да? Мы родили вместе детей. Что у нас происходит? Я, например, со своим мужем рожала двоих детей, блин. Он видел меня во всех вообще в мире состояниях. Это единственный мужчина, который видел, когда я дохла, когда мне было плохо, когда мне было хорошо. Ты же, как и он с тобой, проживает эти состояния. Так и ты с этим состоянием проживаешь. И, конечно, если ты молодая, если ты круто выглядишь, и если на тебя смотрит двадцатилетний мальчик, то не крутомуть жопой перед его носом... Будет грешно! Поэтому мы крутим! А другие думают, господи, как бы начать жить жертвую жизнь? Я тебе хочу сказать, что я не только жопой кручу. Люди сейчас поймут, что мы очень плохие. Это очень плохой эфир. Некоторые эфиры в жизни людей не должны состояться, потому что они поймут, что нет ничего невозможного, если вы с Ермиловой и Гайберонской решили пойти на блядки. Всё. Любой. Упакован будет. Я эту секс-вечеринку нашу с тобой по сей день вспоминаю. И Надю, раздвигающейся с полноимитатором, которая кричала «Он меня! Он меня!» Фух. Так, всё. Спокойно. Простите, доля юмора невозможна. Мы приличные, приличные девочки. Слишком много лет мы знакомы. Итак, возвращаемся к теме того, как начать. Вот эта хорошая была тема мне зашла про то, какие отношения мы хотим. Слушай, у меня к тебе тогда некое шаблонирование в этой теме меня пугает, потому что, когда мы начинаем составлять хотя бы приблизительные, да, там, как это называется, сексуальные качества человека, которые тебе нравятся, и психологические черты. Мне хотелось бы, чтобы здесь не детализировали до возраста, веса, там, тут прям точного, потому что такого динозавра ты попробуй найти, чтобы пространство вариантов, ну, хоть какое-то, заложить. Смотри, на самом деле этого не надо делать. Я сейчас больше склоняюсь к тому, чтобы быть эгоистом и описывать для себя то, как я хочу себя чувствовать рядом с этим человеком. Это гораздо важнее, нежели есть у него живот, кубики пресса. Мне, например, всю жизнь там нравились брюнеты, но у меня были долгие отношения с блондином. Мне всегда нравились мальчики с шевелюрой и вот такими длинными волосами, но муж имени обладает. И тем не менее, это фигня. Внешность, я согласна, это такая чисто сексуальная история, такая вспышка, типа, схватить за жопу. А если говорить все-таки о том, чего я хочу от мужчины, то вот для меня сейчас, ну, вот, кто не в курсе, мне 37 лет, у меня двое детей, на всякий случай расскажу, 13 лет, я замужем со своим супругом, который на 20 лет меня старше. Вот, теперь все обо мне все знают. И я больше склоняюсь к тому, как я себя хочу чувствовать рядом с мужчиной. Вот это для меня ключевое. То есть, как я хочу себя чувствовать, как я себя чувствовала тогда, там, например, 13 лет назад. И я понимаю, что это были совершенно другие моменты. Тогда мне хотелось защищенности, мне хотелось заботы, да, у меня были потребности такого рода. Мне, в принципе, было похуй, там, честно вам скажу, как там кто трахает. Оральная стадия фиксации либидо сейчас налицо, Абсолютно, совершенно другие вещи. А сейчас, когда я становлюсь взрослой, у меня ведь тоже, как и у него, есть страх старости, да, то есть, например, я раньше никогда так не одевалась, не могла себе позволить ходить без лифчика, нежели чем сейчас, потому что сейчас, я знаю, что мне, блядь, 37, я аккуратно... Скажите, спасибо, что я трусы надела. Да, да, понимаешь, мне нравится, что я сексуальная, классная, да, я держу какие-то рамки, но мне нравится. Перед тем, как выйти на улицу, я спрашиваю своих дочерей, например, я с ними много там тусуюсь на всяких соревнованиях, и я спрашиваю, ты не против, если я так с тобой пойду? Ну, понятно, что я там надеваю лифчик, если я иду на соревнования, но, тем не менее, я могу надеть очень короткие шорты там, и они мне все время говорят, мама, ты такая классная, у нас все время девчонки спрашивают, сколько тебе лет, то есть это как бы кайфово, и у меня есть тоже ощущение, как я себя чувствовать, хочу сейчас рядом с мужчиной. Да, бывают такие моменты, когда я могу пофлиртовать с каким-то молодым мальчиком, пяти минут мне достаточно почувствовать себя девочкой с чупа-чупсом, которая как хочет, и потом я думаю, так, ладно, потому что у меня есть дети, у меня есть все равно моя дочь, у меня есть уже новое понимание себя, да, мне уже не нужно как бы самоутверждаться за счет того, чтобы нравиться какому-то мальчику, ну, мне, например, по приколу что-нибудь подарить, может быть, мальчику иногда, почувствовать себя в другом амплуа, да, но со своим мужчиной ощущать себя по-моему. Какой мальчика? Ну, по-разному. Все по-разному бывает. Поэтому тут момент того, что ты хочешь чувствовать в данный момент, какой ты хочешь быть. Ты хочешь быть, если тебе там не важно, сорок, пятьдесят, ты хочешь быть безмятежной, классной, с крутой секс, берешь молоденького мальчика, но не требуешь от него, чтобы он строил карьеру, чтобы он менялся, не пытаешься его воспитать, там, да. Берешь только молодость, страх, адреналин и тестостерон. И член. Если он правильный. Все. Апрув сделала, и вот на эту должность человека наняла, если ты про бизнес. Вот это все, он больше ничего, там нечего, не с кем. Абсолютно. Самое дурацкое, когда ты берешь мужика, да-да-да, мы с тобой вместе говорим и виснем. Самое дурацкое, когда ты берешь мужика, неважно с каким возрастом, с какой опцией, и пытаешься сделать из него кого-то другого. Нахуя ты это делаешь? Зачем? Я люблю так делать, на самом деле, с людьми. Я люблю их все время куда-нибудь, и только когда я уже понимаю, что я сейчас, вот это как этого мишку, знаешь, раскрываю ему голову, я думаю, блядь, тебе что, зачем ты это делаешь? Это привычка, дурацкая совершенно привычка, потому что мы привыкли к своими паттернами какими-то мыслями, мы не можем по-другому, поэтому и надо с этого начинать, иначе мы опять несчастны во всем, за что мы не беремся, и говорим, блядь, опять то же самое. Но если мы делаем то же самое, то как мы можем получить другой результат? Я думаю, что фокус, когда мы смотрим на человека, и нам хочется сделать вот так, знаешь, вот это ощущение, закатать рукава и начать вот эту лепнину, тут нужно себе говорить, если ты хочешь быть ментором, открой, блядь, себе курсы и учи. Вот там за деньги ты ментор, но в жизни, построение отношений, да, то есть здесь нужно другой меч показывать. Тут нужно понимать, что вмешиваться в конструкции должен только сам человек, максимум со своим терапевтом. Не надо туда лезть своим паяльником. Если настолько вас не устраивает, отпустите человека, не натягивайте его на себя, не разрушайте структуру, но все изменения прекрасны, у вас есть человек, на который можно отыграться, вы сами. Закатывайте по отношению к себе эти рукава и себя меняйте. Но постоянно, типа, со мной все окей, я здесь поработаю, это что же перенос ответственный? Абсолютно. Зачем мы ведем совместный эфир? Вообще любые изменения, вообще, ребята, они всегда начинаются с вас. Все, что вы хотите поменять в своей реальности, вы изначально должны изменить здесь. Потому что если вы по сей день, вот частый вопрос, который мне пишут, вот как мне притянуть нового партнера в свою жизнь, другого, других? Притянуть? Да пойди возьми, блядь, в улице ходит. Зачем их притягивать, скажи мне? Притягив... Ты понимаешь, в чем проблема? Притягивается ровно тот, кем ты сейчас являешься, кого ты в состоянии притянуть. Потому что того, кого ты хочешь, ты очень часто сама ему не соответствуешь еще. По мозгам, по каким-то еще моментам. Понимаешь, вот говорит у меня девочка, я хочу акуенного любовника. Ну, у меня встречный вопрос. А ты вообще интересно будешь такому любовнику? Ну, ты сама что из себя представляешь? Часто акуенный любовник подразумевается под этим, что он меня возьмет и будет крутить и иметь. Да. Мы так и делаем. Я так и делаю. У меня не бывает... Мне страшно, ты знаешь, что ты делаешь с твоим мужикам. Ты не была с нами в комнате на вечеринке. Я в следующий раз тебя позову. Это не с кем мне было пороть людей. Люди не знали, что делать с людьми. Что делать не знали, ты понимаешь? Не с кем было работать. Кошмар. Вот. Потому что, когда положить тебе, вот мужчина, вот его удали, вот он лежит, вот делай, вот куча инструментов, что делать, а что делать? Вот этот момент, что я не знаю, навыков не хватает. Я думаю, что если мы говорим про секс, то здесь, как и в любом спорте или навыке, нужно развивать качество. Хочешь танцевать, вставай, бери тренера, по танцевой делай. Хочешь нормально трахаться, изучай, потому что вот сегодня перед вами у меня была консультация. Девочка летит сейчас. Все, нормально. Мы тебя сейчас видим, слышим. Да, я договорю вам мысль свою про то, что любые навыки, они ставятся. Моя история, когда мы начинали общаться, тоже начиналась с того, что типа вот тренером по минету мне тоже не хотелось становиться. И для меня это было чуждо. Но это все было из боли, из потребностей, из того, что мне надо было освоить этот навык. После там пяти школ по минету, когда тебя, знаешь, научили, ты стал тренером по сексу и начал передавать эти знания, ты соприкасаешься с тем, что охренеть, ну кто бы этому меня научил? Ну да, мне в Москве, там, знаешь, я шучу, рот ставили, помогали, объясняли, как это делать. Но так а кто это еще делал в своей жизни? Люди как-то сами живут. И когда у них какие-то неловкости при практиках, там, связывании или порке, или массаже, у них начинаются неловкости. А почему? Потому что знаний нет. И все. И мы что-то хотим также про выстраивание отношений. Мы мужика заказали, а что с ним делать-то будешь? И ты говоришь, например, что я не хочу равного себе, да, например, я хочу круче, чем есть. У меня эта история больше не работает. Я хочу хотя бы равного себе. Вот правда. Просто, пожалуйста, просто, вот, меня устраивает. Правда, меня устроит. даже в деньгах меня устроит. Нет вопросов у меня. Ну, ты знаешь, это же как раз история про рост. Я вот недавно с Сережей со своим мужем говорила на тему брата, да, и, ну, что-то мы там шутим с ним, обладает хорошим чувством юмора, и я ему говорю, ты знаешь, если бы я сегодня, ты бы умер, другого варианта развода я не нашла, я бы не вышла замуж больше. Нахера оно мне надо выходить замуж? Я, ну, я еще верю, что... я говорю тебе, да, вот история, просто, ну, ты как бы достаточно длительный период, скажем, ты свой романтик не прожила, но вот я, например, со своим мужчиной 13 лет, благо еще, надеюсь, прилично проживу, и я просто думаю о том, что когда я уже как женщина состоялась, ведь я же хотела мужчину для чего? Для того, чтобы с ним вырасти, пройти, там, бла-бла-бла, в общем, все и получила. Но сейчас, когда я материально, например, состоятельно, да, относительно независимо, мне не нравится это слово, независимо, ну, короче говоря, я прекрасно себя чувствую, когда у меня есть вопрос закрыт с детьми, с собой, я думаю, если я буду вступать в отношения, нахера мне себя с кем-то связывать? Захотела себе секс какой-то? Пожалуйста. Захотела себе какие-то другие отношения? То есть я уже понимаю, что я могу заказывать эти отношения, по сути, вести себя так, как вели мужчины, когда мне было 20 лет. Да, но у меня есть возражение. Давай. Есть потребности, которые ты не можешь купить? Нет, сто процентов. Просто зачем мне дело не покупки, а зачем мне связываться в какие-то серьезные отношения? Вот, например, своя территория, это очень удобно. Да. У него своя, у меня своя, мы вместе находимся, но это же одна из ключевых проблем, когда вот в молодости люди женятся, у них вот это одно пространство, потом они начинают друг друга пилить и делить, у кого будет чайник, да, или, например, я влюбилась, понимаешь, я бы от него сто лет ушла, но мне некуда уйти. Да. Это очень классно, когда есть вот это свое становление, себя как лично, почему я женщинам всегда говорю, развивайтесь, вы тогда будете вольны выбирать себе отношения, не быть в зависимости от чайника, от квартиры, или от того, что он детям будет платить 100 гривен в месяц. Ну вот ты прошла стадию развода, да, с маленьким ребенком, очень тяжелый путь на самом деле, вот этой вот потерянной женщины, пиление бизнеса, да, куда непонятно кто что делал, ну он считает он, ты считаешь ты там и так далее. Но зато сейчас, согласись, насколько круче смотреть на отношения, учитывая, что ты уже точно знаешь, что ты из себя представляешь, кто ты есть, и ты независима. Это был мой путь, Оля, это путь очень длинный, и мне пришлось пройти через разные эмоциональные переживания, от просто женщины, которая ушла от мужа, до женщины, которая потеряла партнера и дружбу, и разочарование было очень глубоким, ведь я тоже из тех людей, которые поруются надолго, мне не нравится история на одну ночь, я не буду связывать и браться в это, и поэтому, чтобы потом встретиться с собой, и понять, кто я есть сейчас, сейчас, человек, который с тобой разговаривает, он, конечно, будет долго выбирать, прежде чем вообще вступить в отношения, потому что ты должен что-то предложить мне, иначе, я знаю, что я могу предложить, ценность моя мне теперь понятна, я над ней очень сильно работала, и есть отношения, в которых я больше давала, там, кратковременные отношения с любовниками, и так далее, и я разное пробовала за этот путь, я понимаю, что я могу давать безвозмездно, без ничего, ничего не просить замену, просто ради отношений создавать, но потом ты приходишь к тому, что ценности обретают смысл, когда ты вышел за проблему, там, где жить, на чем ездить, чем зарабатывать, дальше это уже не потребность для тебя, по этим ценностям я уже не сойдусь с ним, значит, нужно, что это про ценности мои, о чем я буду с этим человеком, о чем я буду засыпать, о чем я буду проводить время, о чем я буду молчать, теперь этот путь позволил мне видеть, что те мои первые отношения, они были, они закрывали, что-то обслуживали, там их была игра, я буду такой, как ты хочешь, я буду делать так, как ты хочешь, я очень хотела замуж, я очень хотела семью, не такую, как семью, как была у меня, это была не сценарий моей мамы и папы, я очень хотела сыграть в эту игру, это была прекрасная игра, ценой моего горла, и всего моего личностного, потому что я была в абьюзивных отношениях, а когда ты жертва в абьюзивных отношениях, ты не понимаешь, через что ты проходишь, до того момента, пока ты не выйдешь и не сядешь в креслице, через пару лет скажешь своему терапевту, а почему ты не сказала, что я была в абьюзивных отношениях, она говорит, ну ты же терапевт будущий, ты же сама должна была догадаться, и тогда получается, что пройдя этот путь, охрененный путь, ты такой оп, в зеркальце просыпаешься, и говоришь, ну здрасте, Юлия Николаевна, вот вы кто такая, вот кто вы есть, и спасибо этому пути, чтобы мы вообще встретились и познакомились, потому что можно было проиграть другой путь, Оль. Сто процентов, но вот об этом я и говорю, что самый крутой путь, это все-таки становление себя, не становление своего партнера, помощи, жертвенности, я же для тебя, все должны понимать, что рано или поздно мы все равно встречаемся с собой, и очень часто это происходит уже в достаточно серьезном возрасте, когда ты еще больше чувствуешь себя уязвимой, потому что я отдала тебе лучшие годы, это же отсюда, да, то есть вместо... Потому что она отдала, Оль, никому нельзя отдать, ты хотела, ты выбрала отдать. Сто процентов, а из-за чего это происходит? Именно из-за неосознанности, именно из-за того, что не училась, не учат, информация как бы, ну это не говорят, что бабушки и мамы говорили, должна быть хорошей женой, должна быть, все время женщина как будто бы что-то должна, но история самых классных отношений, это когда все-таки встречаются два, две личности, каждый из которых уже понимает, кто он, и перестает на другого вешать, что он кому должен, потому что вот эти должностные обязанности, они к ебеневой матери ни к чему не приводят, это получается все, но сложность есть, потому что чем более зрелой личностью ты становишься, тем, конечно, сложнее тебе кого-то найти, в 18 найти сильно проще. Я не согласна с этим, я слышала эту историю, потому что, да, в 18 мы еще ни рыба, ни мясо, и притрахиваемся, пристраиваемся, влепляемся и лепимся. Просто куда-то лепимся, как пиятник. Если, у меня есть одна поправка на ветер, чем больше я стала работать, как терапевт, или человек, который работает над собой, да, вот себя прокачивать, из своей скиллы, тем больше у меня уровень принятия поднялся. Да. Когда ты просто живешь, не работая над собой, то ты крепнешь и обрастаешь эти установки, они становятся как панцирь. Туда пройти действительно невозможно, но если личность развивается, у нее контейнер увеличивается, то на многие вещи, я их сконтейнирую. Многих тараканов я просто уложу спать. Все. Но я хотя бы знаю, с кем я имею дело. И это много часов потрачено. И много женщин, которые тоже в терапии 10 лет и 12 лет. И это люди очень организованные личности. У них нет проблем в отношениях. Ни с молодыми, ни со старыми. А вот если вы чувствуете, что вы повзрослели, и что вообще не вам никто, вот никто, вот все не те, это сразу садитесь и разбирайтесь со своей головой. Потому что прежде всего не те здесь одна. И она смотрит в отражение зеркала. Все не могут быть. 100%. У нас есть новые инструменты для мышления. Тут Роман пишет, что женщина должна пройти через все, секс, роды, любовь, семью. Я вам скажу вообще, что, вы знаете, ни женщина, ни мужчина, и не то, что никому ничего не должны. 100%. Вот. Но здесь, вот убирайте вот это шаблонное мышление. Мне очень часто кажется, что люди научились думать, знаешь, вот этими картинками, афоризмами, которые были раньше. Башку не надо включать. Зачем мне думать? У меня картинка, шаблон. Шаблон, картинка, поэтому вы должны понимать, что только одно, что жизнь, она настолько многолика, многограммная, индивидуальна, что пока вы в нее не включитесь, и не начнете чувствовать, пропускать через себя, задавать себе вопрос, как лучше мне, а не как сказали, ничего не получится. Абсолютно. Нам важно договорить сегодня про то, что вот эти установки, они заходят в отношения, эти мамы, они проявляются по отношению к мужчинам, и когда, то есть, далеко в сексе нет залога, что ты хорошо покормлен, выбрит, вымыт, и дом чистый, и наглажен, что будет хороший секс. Нет такого залога, там другой расклад. То есть, если вы думали, что расклад хорошей семейной жизни такой, это неправда. Это расклад обслуживания ваших установок, пункты по чистоте, эпидентизму, и до обсессии и компульсии, которые родители вам развили. В сексе другие правила. Ты хорошая девочка, хорошая бизнес-леди, хорошая мама, там наставница, подруга, вот, это конструкция. В сексе у тебя другая конструкция, ты там, может быть, блядью, распущенной женщиной, любовницей, и даже похотливой сучкой с животными. Это две разные должности. Не надо эту должность засовывать в секс. Не надо просить вот ту девочку, которая стесняется, ей стыдно, она впадает в детский, подростковый возраст, хорошая девочка с косичками в первом классе, ее не надо засовывать в постель, это инцесс. И поэтому вот это состояние, когда вы не понимаете, что от вас просят. От вас просят только одного. Зайти в секс в том возрасте психологическом, в котором вы находитесь, в физиологическом. То есть, если мне 34, то 34-летняя Юлия должна трахаться, а не 25-летняя или 20-летняя, если вы чувствуете, что вы регрессируете назад, то это способ увидеть, что вам надо расти. Вы остановились, вы до сих пор там, трахаетесь по той схеме, а вы же далеко уже не та. И обстоятельства, и мужчины, и все поменялось. И это способы такие увидеть своей сигнальной системой, что ее перни болеет, что же происходит со мной, я мне нет, чего Акуни могу сделать, я не могу Акуни попросить. Придоги стал, у меня истерика, я присловиваю, я хочу трахаться, я не могу сказать, у меня тут все осипло. Понимаешь? И это вопросы про то, что вот такая мама, она не может, она как бы хочет, очень, она нормальная баба, но она не может это ему сказать. Просто ее установки не мешают, а все потому, что вы не переключаете этих женщин. Это все ты, но нужно уметь переходить в эти состояния. Ты как переходишь? Как я перехожу в эти состояния? Ты знаешь, мне кажется, что я такая вообще неопознанный такой летающий объект, что я из них перехожу, даже не понимая вообще, что происходит. И иногда, может быть, не вовремя перехожу, знаешь, не в том месте. Вдруг в какой-то момент я понимаю, знаешь, когда я общаюсь, например, с тренерами своих детей, я иногда могу сказать им слово, там, потрахались, или типа, у него что, вытраханный мозг. И у меня даже были разговоры с ними, они не могли понять, как мать так может разговаривать. А я иногда понятия, а я говорю, а вы что, слово трахаться, например, не употребляется, но вы не видите, что у него вытраханный мозг реально. Ну, то есть у меня эти все, знаешь, понятия, все, я считаю, что жизнь, она вот такая, какая есть. Точно так же, как от нас скрывали голое тело, или там понимание вот этих всего этого полового воспитания. У меня растут девочки, да, и я помню, как я стеснялась смотреть на голую маму, там, когда-то где-то я ее видела, и думала, господи, я никогда, наверное, не смогу перед своими детьми раздеться. И вот я понимаю, что сейчас в моей жизни настолько все изменилось, и настолько, ну, как бы это все является естественным, и вот эти переключения, ну, я могу, я могу много очень вещей себе позволить. У меня, наверное, за счет того, что все в каше, как бы, потому что мой муж, и мой партнер по бизнесу, и мы в работе, и совсем-совсем, я уже постирала все различные грани, которые только возможны. И у меня нету вот этого момента переключения, то есть это все как-то вошло в обиход, и я просто позволила себе быть вот такой безбашенной, какая я есть. И когда что мне в голову бахнет и стукнет, там, за обеденным столом сесть мужу на руки, там, обнять его, и при этом это будет находиться при детях, я не говорю про секс, но я говорю про какие-то откровенные такие вещи, у меня нету в этом уже каких-то таких стопоров. Хотя, наверное, есть какие-то другие, но тем не менее, понятно, что мы не идеальны, к счастью, потому что если бы идеально уже можно было умирать, дохнуть, хочется во всех этих вопросах развиваться. Сейчас, я не знаю, у меня, наверное, знаешь, такой период сейчас интересный, потому что уже мне к 38, вот туда уже куда-то, и, конечно, женская сторона развивается совершенно по-другому, да, все вот это ощущение себя, осознание себя, очень-очень по-разному, но тем не менее, я все время стараюсь с тобой разговаривать и задавать себе вопросы, что в данный момент конкретно для меня важно, или, например, почему я себя как-то веду, почему где-то моя сексуальность просыпается вдруг при общении с кем-то, или наоборот не просыпается, почему я агрессивно себя реагирую, это изучение очень крутое, но самое ключевое, что я поняла, что для счастья нужно быть эгоистом, то есть четко понимать, чего ты хочешь, как бы ты не любил своего партнера, своих детей, собаку, друзей, важно понимать, чего ты сейчас хочешь, что тебе сейчас нужно, фалоимитатор, чупа-чупс или какая-то другая хуйня, и на самом деле, конечно, в вопросах секса ты очень права, мы действительно очень сильно недоделаны, недообразованы, и вообще эта тема, она у нас там где-то поздно ночью речь спать, вдруг вспомнить о том, что вот, где-то, если, например, говорить о более раннем возрасте, то мы готовы трахаться постоянно, но мы очень неосознаны в этом вопросе, потому что я, например, для себя открыла, что для меня вообще вот этот первый весь секс, это связка с тем, чтобы получить что-то желаемое, получить этого мальчика, получить это внимание, то есть секс является моментом, инструментом, вот, да, то есть это не история про то, что хочется секса, это не история про свою сексуальность, это же откуда этот весь выключенный свет, втянутый живот и прочая вся хуйня, понимаешь, там недостаточно идеальная грудь, не так и лежит рука втянуться, вот, это, конечно, огромная работа, поэтому круто, миру повезло, что у нас есть ты, вот, и ты об этом говоришь и кучу всего делаешь, потому что это, ну, тема очень важная, вот как мама сейчас дочерей, я это особенно понимаю, нам этого сильно не хватало, нам не хватает, и нам не хватает, и мне не хватает, одна из причин пути, по такой спирали я пошла только потому, что вопросы становились все серьезнее, проблемы, с которыми пришлось соприкасаться и работать в жизни клиентов, еще стали, ну, прям хуже, сложные, эмоциональные, такие вещи, вот, и нам все кажется, что мы, знаешь, все вопрос там писек и лабрикантов, а вопросы гораздо глубиннее лежат, и когда мы недовольны чем-то в своей жизни, единственное, что мы выбираем, многие видят это и делают вид, что этого нету, потому что нам кажется, что этого не избежать, или, возможно, мы видим, мы понимаем, что ситуация нас не устраивает, но мы совершенно не понимаем, как жить по-другому, иногда разбегание и вбегание в следующие отношения не дают никакого результата, Оля, ты абсолютно права, и поэтому я рекомендую всем оставаться в межсезоне, вот такой вот между отношениями, закрывать эти отношения, проживать их заново, и проживать их в кресле психолога, потому что просто самому невозможно себя вылечить, очень малый процент людей склонны к сильной саморефлексии, то, что ты сейчас говоришь вслух, это про саморефлексию, люди не объясняют себе такие штуки, они не могут это осознать, поговорить и проговорить, и поэтому, приходя в разные этапы жизни, мы должны понимать, я вообще справлюсь, я вывезу эту ситуацию или нет, если вас задевает, что с вами не спят сегодня, не всегда вы виноваты в этом, понятно, что ситуацию мы должны посмотреть вас и его, откуда вы, а что вы попытались, что попытался он, и почему так произошло, то есть нет категоричной схемы, как вот исправить, вы спрашиваете, а как держать этот баланс, чтобы держать баланс, баланс, это уже что-то 50 на 50, держать, это уже напряжение, а мы поговорим с Олей про то, что мы не напрягаемся, чтобы его держать, мы ничего не делаем вообще, единственное, что мы можем делать, каждая из нас, что я могу сделать, то сколько я его дожму, то есть это прям может быть сопернический интерес, который, знаешь, люди не выдержат конкуренции, мы можем просто спросить, со какой скоростью, кто его разложит, какие методы манипуляции будут использованы, это единственное, что мы сделаем, ну типа чем крыть будешь, знаешь, холи будет этим, я буду крыть этим, ну и все, это такой здоровый женский пофигизм, потому что бодаться и падать на мужика, который там типа на тебя не запал, ну смысл, ты всем не понравишься, но если ты нравишься себе, это вот подозрелось и то состояние, которое самое охрененное, ты можешь всем угодно заниматься сексом, самое главное, чтобы ты знал, как с собой это делать, что тебе, какая потребность на сегодня должна закрыться, иногда это, да, безопасность, а иногда это, извините, уже вот то, что люди пишут, я не люблю БДСМ, а я люблю БДСМ, я считаю, что психологические ролевые игры одни из самых прекрасных, в которые мы можем играть, мы, у нас БДСМ с утра до вечера на работе, в жизни, в соцмаркетах, в социальных сетях, мы постоянно это делаем, просто в разных ролях, кто-то из нас не бывает. Знаешь, я думаю, что вообще все, что связано с не люблю, это, конечно же, прежде всего, наше незнание, вот это вот наш страх, когда я не знаю, я это не люблю, да, мы сразу же говорим, нет, помнишь, как в этом фильме, да, после нам не верят, я рыб не ем, я рыб не ем, вот, так и здесь, когда мы о чем-то кричим, это всего лишь наше детство, нам что-то может больше нравится или меньше нравится, но тем не менее, мы очень необразованные, нам стоит в этом признаться, мы необразованные, мы знаем, я, знаешь, ржу все время, нас учат в школе, что такое интеграция, очень много лет рассказывают нам о том, как состоят химические формулы, элементы и полезные ископаемые, но как понять себя, как понять, чего ты хочешь, как удовлетворить себя или своего партнера сексуально, нас в эту жизнь отправляют вот так, сырыми, я недавно, вчера писала пост про сериал Бриджертоны, и что-то вспомнилось, прекрасный такой, совершенно красивый сериал, и я очень хорошо помню, там, кстати, прекрасно показана вообще любовь главной героини к сексу, которая там девственницей вышла замуж, вот, она не понимала, что будет, и когда, значит, у нее случился секс, она оказалась очень такой чувственной героиней, которая там просто прется от секса, она пришла к своей матери и говорит, мама, а почему ты мне вообще не сказала, что будет за этим порогом, мама там себя покраснела, знаешь, упала в обморок, она сказала, мама, ну это же, блин, так охуенно, я теперь понимаю вообще, зачем выходит замуж, и вообще, зачем все это надо, понимаешь, так у нее сложилось, потрясающе в ее жизни, но нам никто действительно ни о чем об этом не говорит, и мы всю жизнь пытаемся сражаться с какими-то вещами, а главная наша проблема, это не в том, что мы, конечно, себя сексуально не можем удовлетворить, но в том, что мы вообще себя нахер не знаем, мы вообще себя никак не изучаем, мы всю жизнь свою кладем на то, чтобы удовлетворить потребности мира, вы не знаю, там, народа в человечество, потом мы служим нашим детям, мы их должны вырастить, и никто никогда не задается вопросом, а я-то вообще нахера родился, для себя-то что, где мой кайф, зачем я пришел, для чего, зачем мне тело, зачем мне сиськи, зачем мне все это надо, и женщины в большинстве своем живут в отношениях, где история про на получи, кончу в меня, я пошел спать, это как бы классика жанра, потому что вот так. Там хороший вопрос был про либидо и про стадия, идете на коучинг 24 апреля, зайдите-ка мне туда, и там будет урок про это, я свяжу тебе сейчас, в двух словах объясню, что это такое, мы проходим оральную, анальную и фаллическую стадию развития, и у нас есть фиксации либидо, нашей либидозной энергии на этих стадиях, и когда ты говорила там про мне нужно было мужик из-за безопасности, зато у тебя часть этой энергии могла лежать там, у меня такая же была тема, мы обслуживаем оральную тревогу про безопасность, дом и так далее. Во взрослом возрасте все объясняется нормальным жилым комплексом, охраной, нормальным статусом, машиной и как бы и домом, все вот так обслуживается эта тревога, что ты понимала, пультом, это так происходит на самом деле, если ты так обсираешься, нахера тебе мужик, уже возьми себе калаши и ходи с ним, на самом деле, до посинения искать мужике безопасность очень долго, а потом анальная стадия, там она бывает, удерживающая, выталкивающая, когда тебе начинают, ну, например, он подаил тебе один букет цветов и будет всю жизнь тебе его вспоминать, ты только его, ходить только туда, общаться только с тем, с тем делать, тем не делать. Те, которые эгипальные стадии, большинство из нас приэгипальные, эгипальные, это та ситуация, когда мы уже не чувствуем конкуренции, мы понимаем, что рынок разный, что мы не конкуренты друг к другу, что мы просто женщины, живущие разные, мы отыграли треугольники, спокойно развернулись от мамы и от папы пошли в свои пути, и мы не деремся за это внимание. И мужчина, который донжану, подарит тебе тысячу роз, знаешь, вот это вот эгипальный, и будет радоваться тем, что он сделал для отношений, а анальный будет считать, сколько он потратил для этих отношений. Так вот, эти фиксации лебедозные, они имеют смысл их рассматривать интересно, когда мы смотрим, что для нас делают люди. Ну, так условно чуть-чуть, чтобы люди вообще понимали, про что мы говорим. Мы всегда заложники своей истории. Сравнивать себя с кем-то не имеет смысла. Один прожил этот опыт вот так, другой опыт проживет вот так. И поэтому наша задача только в себя. Кто я? Что я? Я про что? Это очень хорошую, ну, хорошую тему мы сегодня для вас подняли. Потому что вы летите и даже не спрашиваете, а я ел ли, а не делаю, что я есть-то хотела? А я что с этим человеком трахаю? Мне вообще интересно с ним трахаться в этом году или нет? Я вообще его продверждаю или нет на любовника? Что я вообще с ним? Почему он так ко мне относится? Я сегодня с одним мужчиной веду консультацию. Говорю, слушай, а ты мне объясни, а что ты такую бабу выбираешь? Он говорит, Я такой, ну, местечковую, среднюю. Ты же про нее рассказываешь, ну, типа, не напрягает, ну, неплохо пахнет, ну, такой юмор у нее. Знаешь, он так рассказывает, как будто он внутри соглашения сделал на нее. И типа, я говорю, и она ему говорит, слушай, а что ты там это не делаешь для меня, не проявляешься, не делаешь. Он говорит, я реально как-то не думал об этом, потому что он не пошел и не взял то, что он хотел. Если бы он прислал мне, знаешь, фотку ее, опять, еще сказал, посмотри, какая женщина в моей кровати, я ее обожаю. Вот это отношения, которые могут быть. А когда мы так, на все инка, на половинку, ну, типа. Чтобы не напрягаться, знаешь. Даже если бы он такую взял, надо же соответствовать, надо постоянно напрягаться. Проблема в том, что он соответствует, что он очень крутой, просто с заниженной самооценкой. Проблема в том, что он очень даже соответствует. Он против себя не соответствует. Нет, внутри себя было соглашение, что, ну, тут так, тут стратить нельзя, тут можно стратить. И вот это вот эти половинки, они начинают, вот эта серость, Знаешь, я вообще замечала, вот возвращаясь как бы в свою ту жизнь, я замечала, что у меня тоже были такие знакомые мужчины, потрясающие, крутые, уверенные, всё вот со стороны, прям можно так, знаешь, слюнями опускать. Но при этом женщин, кстати, мой мужчина, мой мужчина, мой муж тоже относится, у него всегда были женщины сильно проще. Я ему говорила, Серёжа, а почему? Ну ты же, когда строила отношения, ну окей, у моего мужа было три жены, да, ну я третья, там первая, окей, он был молодой, там ещё не статусный, ничего. Со второй женой он уже был состоятельным, богатым мужчиной. И я ему говорю, а почему вот ты с ней сошёлся? Он говорит, ну она мне не мешала, мне было удобно, не мешала. Я говорю, а что не мешала? Не мешала гулять, трахаться как хочешь, жить. Ведь я же, например, познакомилась с Серёжей, когда он был женат. И это одна из моих любимых историй, потому что, ну мы познакомились на почве другой, да, на почве обучения, на почве дружбы, но я никогда не забуду того, как в воскресенье он послал меня в кино. И я ему задала открытый вопрос, ну это воскресенье, я знала, что такое воскресенье для женатого мужчины. Да, конечно, какое воскресенье. И я его спросила, а почему ты, как ты? Он говорит, ну я ей сказал, что я иду с тобой в кино. И я поняла, что ёпсель. И её эта роль устраивала, понимаешь? И его прекрасно. И потом уже, когда я ему задавала вопросы, там анализировала типа женщины, которые обращают внимание, то есть я вообще была мимо. Он мне говорит, мне такие женщины, как ты, никогда не нравились. Потому что с тобой это сложно. Это надо куда-то мчать, бежать, надо постоянно смотреть, никто ли тебя там никуда не потянул, надо соревноваться. Средняя женщина – это очень удобно для отношений. Поэтому, ну, тут тоже важно понимать. Многие мои знакомые говорили, надо быть средней женщиной. То есть, понимаешь, тоже у каждого модель. Пусть гуляет, зато я буду за таким замужем. Типа нормально, удобно. Поэтому я и говорю, что очень важно задавать себе вопрос, чего вы на самом деле хотите. Потому что, когда вы хотите себе статусного, классного, роскошного мужика, вы должны понимать, что это и ваша огромная работа над собой постоянно. И прежде всего, над своими мозгами в том числе. Не только над телом. Потому что, помимо… Мне кажется, сегодня статус вот этой охуенной любовницы – это уже должны быть базовые вещи. То есть, делать своему мужчине классный миньет – это базовая штука должна быть. Да, да, да. По сути, это уже школа-детский сад, условно говоря. Понимаешь, уже это базово. А то, что у меня тоже есть такие знакомые девочки, когда там заходят разговоры какие-то личные, и она мне признается, что она никогда в жизни не делала миньет. Я просто вот так вот вытаращиваю глаза и думаю, как это вообще возможно в этом мире. Это возможно. Мне неприятно, но типа, ну окей, ты познакомилась с мальчиком, тебе неприятно. Но если это твой там мужчина, там, ты его там любишь, там… Ничего не меняется, Оль. В смысле неприятно. У нее ничего в голове не поменяется, у нее такая установка. Не, ну я могу поверить, лень. Нет, нет, это твоя конструкция. В твоей картинке такое невозможно… Это системная ошибка при вообще выдаче человека на землю, понимаешь? Просто. Вот мне так, знаешь, ты говоришь, типа, мужика выше среднего. Мне же так похер, вот реально сейчас. Выше он среднего, ниже. Этот вес, весь материальный обвес, Оль, это обвес. Ты же понимаешь. Я даже не по этому моменту. Ну, это момент… Ну, с чем напрягаться, с чем париться? Ну, в чувак хорошо зарабатывает, ну ок, дальше что? Ну, он при этом личность, что-то читает или не читает. Деньги попали с неба, либо сам зарабатывает. Он нарцисс или не нарцисс. Там же надо будет иметь с кем-то дело, общаться. Ты же видишь, ты сейчас говоришь в своей колокольне. У меня есть тоже мой многолетний опыт, да, какой-то. И у меня был опыт такой, что если мужчина не развивается материально, он себя постоянно, я так это видела, он себя постоянно чурит и чувствует ублюдящим рядом со мной. То есть, например, он говорит мне в какой-то момент, ну зачем я тебе нужен, я тебе даже этого не могу позволить. То есть, я это ощущаю, это мой личный опыт. И, например, когда я со своим мужем познакомилась, который был богат, а потом, ты знаешь, мы вошли в кризис жесткий, он мне по 25 раз на день, да, какой по 25 раз, он как пластинка мне все время говорил, нахуй я тебе нужен, зачем. И я с этим сражалась, я в буквальном смысле хватала его чемодан и говорила, нет, я хочу с тобой пройти там. И это, конечно, мой личный опыт, я это прекрасно понимаю, поэтому я его надешиваю на тебя, естественно. У меня есть страх, что когда мужчина материально не развивается, он, весь вот этот его ум и мозг превращаются в такое мозгоёбство, а ты развиваешься, понимаешь? Если бы ты еще не развивалась, хер с ним, а ты развиваешься? Окей, ты можешь всегда сказать, парень, эта информация не для меня, для твоего терапевта, решай ее там или будем прекращать, потому что ты на меня свешиваешь то, что я не должна выводить. Ну видишь, так скажешь ты. Да. Вот, поскольку каждый из нас радует... И вы, все, кто услышали, записали себе ответ, нехуй обслуживать этих тараканов. А мой опыт, он уже просто говорит о том, что таких мальчиков некуда к себе подпускать, ну просто. Ну мне же вообще, в принципе, некуда к себе никого подпускать, у меня пока все, слава богу, хорошо, я надеюсь, еще несколько десятков протянем, а там у меня по плану где-то мужик лет на 50 младше меня. Вот так я решила. 50? Ну, у меня аж был прям очень молодой. 84, 50, боюсь, не, ну мы ушьем, да, конечно, ну ладно. Ну я тебя прошу, вот мы узнаем все о кунилингусе. Так, все, я вынуждена с вами прощаться, потому что я говорю с 9 утра без остановки. Спасибо большое за то, что вы были с нами, мы обязательно будем повторять в какой-то регулярности, я думаю, что посмотрим на ваши отзывы. Если пересылание этого эфира будет, ну я думаю, что как минимум больше, чем за соточку от сохранений, за 500, мы вам точно повторим. Оль, спасибо, обожаю, прям сильно-сильно. Я скоро доеду до Одессы. Давай, давай. Все, ребят, всем спасибо, всем пока, я буду вам благодарна. Юля тоже, если после того, когда мы опубликуем эфир, вы оставите комментарий, чтобы другие люди знали, стоит ли им тратить время или нет. Все, любим, обожаем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok